всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть драконы всадники олуха 10 день и 30 рун я забрал так погнали к посмотрим если у нас сегодня ежедневка так ежедневка будет доступна на через 16 часов и ребята это будет угроза бух и бах я не знаю я не знаю что это за бух и бах надо будет обязательно посмотреть о шлем нашли шлем от хорошо шлем нам нужен так давай-ка мы тогда без зубика быстренько отправим еще на поиски шлема значит что мы сегодня будем делать ребят я не знаю арену наверно как всегда бомбить а рассобытия недоступны так ну-ка что у нас тут ох ёбок макарек ты глянь ко мне ребята пак ареновский достался громовой костолом шепот смерти вострозуб и и все и на этом крышка так отказываемся от якобы выгодного предложения здесь мы тоже отказываемся от всего и давай кого роднулька так принес мне железо отправляем этих супостатов как всегда на поиски они должны у нас друзья работать без остановки без устали ты понимаешь пахать как папы карло как рабы на галерах должны шпарить так ну-ка что у нас здесь я думаю мрачные шипы я наверно качну малька да я отправлю его дальше на тренировку так этот вперед этот рыбу этот у нас за древесиной давай тоже за деревяшками беги и это тоже в конце концов так дальше здесь я забрал рыбу здесь я тоже забрал рыбу принцесса а нет это яркий ужас почему все время называю принцессой скажи-ка мне нравится с какого перепуга она стала с принцессой принцесса у нас немножко по-другому выглядит хотя схожесть есть так этого за рыбой древесина я смотрю ребят у нас погоди-ка древесина у нас не в полном объеме но и видимо слишком дофига до чтобы ее взять тогда мы сделаем наверное немножечко попроще но почему тусклый почему ты не мог немножечко подкрутить капельку буквально и все бы у нас было бы хорошо нет он вот так вот захотел надо же новой способностью ребята у inferno и он отправлен на обучение пускай летит он теперь у нас может собирать железо так здесь пожалуйста будьте добры мне дать загадочный пак бесплатно ну что у нас здесь креветка латый ужас пристиголов ну и немножечко как ты понимаешь ресурсов так здесь закрываемся короче рад нахлыст в первый раз я это вижу и слышу про какого-то рад нахлыст название какой еще рад нахлыст звучит прикольно хоть немножко и необычно так ну что иди не кричи собирай там ресурсы здесь нам как это печатка так где у нас там водоплавающий вот он стоит 233 тусклого янтаря нормально солидно так ты мне принес рыбу так что у нас тут мы же вот эти помню свой бал балванчиков качать собирались да по-моему я немножко не того отправил страха кол точно ладно пускай летит так давай-ка мы наверно здесь берем наш блестящий янтарек откроем пак проблема в том что я не знаю что мне сейчас делать идти на арену бомбить ну давай наверно возьмем чтобы набьем один пак у раз уж события нету а я как говорится начал снимать серию фиг с ним что-нибудь да придумаем ну что давай меньше не путевая руны принципе сгодится все так по итогу нам выпадает руны в объеме 4 штучки не жирно совсем не жирно но хватит ему да на приключение так он полетел полетел но что мне здесь шестеренка хотя мне сказали что вот этот вот костюмчик которую мы приобрели нам дает шанс на повышенную как говорится на улучшенную награду я честно что-то не вижу этого ну что грамм гильда у тебя там что выпадает тусклый янтарь да ну конечно кто-то сомневался тусклый ядрить его в корень янтарь и достается нам шестеренки в объеме две штучки так грамм гильда я тебя отправляю тогда опять в драконий край лети и наслаждайся а у нас в квартире газ ребята да ладно серьезно ничего не дали вообще ничегошеньки тогда давай забирать свои награды сами раз два ладно десяточки не будет хватать но я на арене добью я добью вас хотя вот здесь у нас вау аж 150 это аж получается две награды две так ребята вот они бабочки-то в животе вот они красавицы где у нас находится поэтому бабочки болтеина мы забрали мы забрали и соответственно мы сможем теперь приобрести с тобой вот этих вот вот этот вот пак сезонная награда но она мимо меня пролетает потому что нам достается всего лишь 100 рун не густо не густо зато выросла капуста так давай ежедневку сберу в чем не сразу скакать на рынок или как или по выпендриваться здесь еще так ну-ка 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 давай роднука ты готов я знаю что готов ты меня никогда не подводишь ты всегда как говорится на страже на стрёме и готов ради рычка горы свернуть может не говоря о том чтобы принести кучу железо так что нам дальше надо сделать вроде бы по отправке у нас все сделано всех а нет вот 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 не все оказывается пускай летит так ты мне что ты хочешь прокачаться но я рыбу наверное потрачу друзья опять же на отправку так он у нас сколько с 110 а кто у нас приносит больше ты не помнишь кто у нас приносит такой достаточно хорошее количество железо так это сотка это сотка а кто же не яркий ли а это же как раз ребята наш наш древо не древо а фейерверк ну здравствуйте приплыли давай прогружайся быстрее короче ребята фейерверк у нас приносит 150 железо поэтому есть смысл его на вернуть обратно домой ну что за фрезы то начались ну ядрен матрен так все начиналось хорошо и на тебе возвращайся давай и а блин вышла ребята ошибочка он за древесину у нас работает я все никак не могу привыкнуть что он работает на древесине значит нам придется отправлять кого нам придется отправлять 100 110 ну давай вот этого тогда креветом и отправим все пускай летит да ребята вроде бы здесь со всеми разобрались сейчас посмотрю еще раз внимательно все ли у нас заняты ниши так этого можно нельзя этого нельзя отправить хотя хотелось бы а что тогда остается просто заниматься дурью да получается остается у нас дрожжи зуб так жутик жутик тысячу лет ребята его не видел но он и есть он был и будет у нас так мне кто-то что-то сказал что я могу улучшить академию ребята мне нужно 18 драконов 124 уровня то есть получается что я должен уже уметь прокачивать своих драконов по идее до следующего уровня ну вот например вернуть улучшить академку то есть получается друзья мои пока в академке они учатся вот здесь вот точнее вот здесь мы ее улучшить не сможем а в принципе для улучшения смотрел у нас все есть нет не все так для того чтобы улучшить нам нужно 3500 можем ребят мы можем ее улучшить в следующий раз блин не забыть бы напомните мне если что ребят в комментариях чтобы я начал улучшать академку потому что мы тогда сможем прокачивать до 124 уровня наших драконов офигеть конечно сколько нужно надо будет там ресурсов но тем не менее мы сможем улучшать домики тогда будем уже после ладно все с этим разобрались теперь что теперь теперь мы идем с тобой на арену и хотя бы зарабатываем собой один пак один пак вождя хотя бы один заработаем на сегодня чтобы просто серия была не пустая самих у нас событий нету будет доступна только лишь через 16 часов а не завтра в ночь то есть на своем на своем же длинном выходном я смогу ребята поиграть по проходить не раньше а там выходной я не знаю ребят что-то хочется хочется на самом деле куда-то сходить и уже пора бы наверное делать в квартире ремонт если честно тебе так не кажется денег нет ребят на ремонт понимаешь денег нет весь в долгах ковшелка блин как же мне это напрягает в квартире там планы такие грандиозные были вины им не дано свершится к сожалению надоело уже минут ребят на съемных квартирах сидеть тусоваться так ну что давай мы наверно укусим и добьем что первый поединок в нашу пользу так ребята вот и следующие претенденты на победу а может быть на проигрыш скорее всего на проигрыш потому что я начинаю жестко единственное тут ветра крыло он хитрый я его знаю него как говорится уже раскусил как только увидел но мы начнем наверное с тобой вот с охлама на все таки в первую очередь а этого попробуем взять потом в слепоту не знаю получится нет я думаю в принципе никаких проблем с этим возникнуть у нас не должно причем этот охлам он не успеет накопить себе на супер атаку ну главное чтобы нам не тратится тоже и по возможности чтобы вот это тут не использовался из свою супер атаку так подожди у нас получается у нас получается так сюда этот час ударит хвостом по барсику сто процентов тебе говорю ты серьезно ну тогда до свидания так блин добьешься на пониженной броне выжили прикинь я его уничтожаю барсик ну извини я боролся за тебя ой сейчас супер атаку сделает прикинь ну буди давай а если я вот так вот все таки сделал просто укус подожди а в слепоту я сейчас однозначно посажу так ребята он слепоте теперь начинаем его бомбить молодец он все-таки клюнул на супер атаку соответственно потрогал всю свою энергию а мы начинаем кромсать точнее даже добивает вот так вот ну что у нас очередной поединок и я тебе скажу что он по сути не должен быть слишком сложным почему потому что здесь дымодышащий есть им были почему так это мощно бьет если мы его успеем ребят законтрить но я боюсь что блин неужели барсика потеряю а это борзота я тебе скажу это большущая огромная борзота теперь вот этот враг номер один почему объясняю ребята если мы позволим ему применить супер удар а супер удар у него как ты знаешь поливание ядом всех и всяк без разбора то будет очень жестко криво клыка я уж как-нибудь вытерплю а вот в выпадке вот этого охламу на вряд ли ты оборзел что ли смотри что делает смотри что он сейчас сделает ай-яй-яй как тебе такой расклад он ты серьезно блин ничего не смог сделать просто оплошался в последнем поединке так а я еще значит сказал я ничего сложного в нем не вижу и мне показали всю прелесть игры да никогда не стоит ребят недооценить противника сколько раз уже я об этом говорил и все время на ней те же грабли наступаем враг он и есть враг возможно он выглядит слабо там еще что-нибудь но никогда не надо недооценивать усмехаться над ним и тому подобное усмехайся когда ты уже победил как говорится дели мясо уже убитого животного а не как говорится предполагаемой жертвы так ну что да ладно неужели он хочет добить неужели он хочет добить и добьет но я сомневаюсь хотя сейчас да скорее всего он ушлепает его кислотой своей но это уже мало кого интересует потому что ребят мы вешаем слепоту а дальше начинаем просто разбирать единственное что да не хорошо получилось самом начале ну вот он наш пак вождя давай откроем посмотрим шторморез лаварык шепот смерти крылатый ужас кошмарный пристеголов водорез барсик и вепрь отлично ладно уболтал давай пойдем еще за одним паком сходим фиг с ним пак вождя еще один не помешает нам все равно нужно отыгрывать а вдруг чем там хороший выпадет можешь быть ох ё-моё слушай но лаварык в принципе меня как-то не особо не стоит вот древоруб да это конечно ночной кошмар можно так сказать он лютый он лютый ребята именно своей массовой атака она очень сильно жжет ну это посмотрите этот огненный дракон сам по себе мощно как-то влупляет так на следующем ходу барсик его добьет лаварык нас вообще не интересует насколько он слабый он слабак у него нет ребята супер ульты которая могла бы уничтожить моих драконов максимум что он может делать это поставить на себя какой-то липовый духовный щит но это его не спасет это его не спасет а вот нам нам это сыграть на руку ну и конечно же не говоря о том что ребята у него очень такая хорошая прочная защита и возможно сейчас он как раз проявит свою броню не стал а мне кажется зря он так не стал день так бы немножечко пожил а так до свидос ну что друзья очередной поединок я вижу тут гробль пристеголовый с которого я и начну пожалуй нашу битву и и вот все время ребят забываю как его зовут постоянно так да ладно он еще и выжил ты посмотри-ка готов фаервол или мощно так наверно начнем с этого я его называю всегда ребята просто скала скалотряс какой-то скалотряс скалотряс совсем совсем другой ну вот он остался один правда у него ребята фаерболы в запасе так что сейчас будет у нас бомбить потихоньку своим супер ударом сейчас очередной фаербол шикарно пламенькое перешли к следующему поединку и я смотрю два пристеголовых нет ребята по-моему барсик у нас один пристеголовый плюс барсик и конечно же тройной удар блин и конечно же у папы зачесался глаз ядрен матренка всегда всего время давай сюда слушай интересно я его сейчас пробью если фига ты фига ребята он выжигает ты видел просто кривоклыку вот вот у него было почти full хп он оставил ему то вот стулечка молодцы ребята далеко пойдете такими темпами так на вы его как-то что ты какое блин ускорение это еще ляп ляпать что-то на двойная атака добьет да добил ну и мы его сейчас добьем ушатаем зачпокаем по-другому не скажешь вот все ну что друзья вот он второй пак вождея давайте мы откроем посмотрим что он тут выводит кривет ужасный чудовища громобой алая плеть стальной проныра и беззубик ветра крыл чемпион в принципе по идее ребята нам выгодно проходить вот эти вот арены да и открывать паки вождя потому что таким макаром и мне кажется легендарных своих драконов прокачаем намного быстрее ну а так как сегодня мы все свои дела сделали так подожди сейчас посмотрю этого можно отправить все свои дела сделали и поэтому я думаю что можно и закругляться по большому счету да да так что друзья мои всем пока всем удачи и до новых скорых видосиков